Главный вывод из заявлений российской власти по поводу антисемитских погромов и демонстраций в стране. Несколько постов в телеграм-каналах могут дестабилизировать обстановку и привести к массовым беспорядкам, на которые власти, как местные, так и федеральные, не могут адекватно отреагировать. Погром в Дагестане – эпизод банкротства путинской модели многонациональности, которую Путин противоставлял западному мультикультурализму. Путину до поры было бы удобно опираться не на образованных горожан-мегаполисов, а на диаспоры и однократии, обеспечивавшие ему 99%. Но стабильность оказалась фиктивной. Такое государство не способно реагировать на реальный международный кризис. Олег Кашин, публицист. В комментарии проекту «Можем объяснить». Еврейские погромы были распространенной практикой еще во времена Российской империи. Тогда их идеологами были не столько светские власти, сколько русская православная церковь. В современном российском обществе такие настроения культивирует кремлевская пропаганда. Нападение Хамас на Израиль стало поводом к вспышке антисемитизма в Федерации. Москва демонстративно и публично поддержала боевиков Хамас. Антисемитам дали понять, их идеи являются социально одобряемыми. Для всей истории России, от Московского царства до Российской Федерации, антисемитизм является инструментом в руках политических деятелей, сидящих в Кремле. И всегда антисемитизм бытовой, всегда подогревается российскими властями. Всегда Кремль руками полезных идиотов на самом деле создавал прецеденты избиения, уничтожения, убийства евреев, погромов. Для того, чтобы снизить градус напряжения в собственном народе. Еще одной причиной вспышки антисемитизма в России эксперты называют размывание государственной монополии на насилие. Самосуды в ЧВК «Вагнер», избиение сыном Кадырова, заключенного, за которое его не только не наказали, но и наградили орденами. Все это деформирует у россиян представление о возможном и допустимом. В таком состоянии находится общество во многих, конечно же, республиках национальных, но и в центральных тоже городах и регионах России в том числе. Эксперты также считают, что дагестанские погромщики получили поддержку от местных элит. Иначе бы акция в аэропорту Махачкалы не состоялась. Интернет-ресурсы, которые подстрекали россиян, тоже связывают с региональными кланами. Связанные с главой Чечни телеграм-каналы участвовали в продвижении вот этих акций. Был такой канал телеграм, его сразу поменяли. Махачкала аэропорт, значит, который потом неожиданно написал, что вся информация, вчера вечером, вся информация удаляется и переходит в канал одного из блогеров чеченских, связанных с главой Чечни. Вот. Поэтому там много с разных сторон, ну и, конечно, дагестанские телеграм-каналы, которые, значит, все это, все это инспирировали, они, значит, подтолкнули к этой агрессии. Война против Украины также влияет на уровень насилия в обществе, отмечают правозащитники. Отсутствие значимых успехов на фронте повышает градус разочарования и агрессии внутри самой Федерации. Как и куда направляет российская пропаганда недовольства граждан, показали события на Кавказе. Василий Понасюк для телеканала Freedom.